Всем приветики! Сегодня у меня ответственное мероприятие, на котором надо быть практически диснейской принцессой. Я решила, что образ сегодня буду собирать вместе с вами. И я, как видите, сегодня сама нежность, розовое, золото, жемчуг, все дела. В общем, сегодня мы с вами будем делать такой очень нежный, очень летний образ. И, пожалуй, один из моих самых любимых, потому что это тот летний макияж мой, в котором я чувствую себя особенно комфортно, когда нужно выглядеть на все сто. Но для начала я хочу с вами кое-чем важным поделиться. У нас тут событие. Событие у нас совместно с Джо Малон. Посмотрите, какой у меня есть маленький, очаровательный, нежного оттенка мешочек. И в этом мешочке кое-что сокровенное и секретное, но скоро уже будет не секретное. В общем, одна из тех вещей, которые меня вдохновляют на создание образов, это аромат. В ароматах я, ну, очень уж избирательная. И вы все знаете о моей любви к Джо Малон, о любви к свечам, ароматам, всяким штучкам для ванны. В общем, это один из моих самых любимых брендов с такой вот эстетикой особенно любви к себе. Так вот, абсолютнейший фаворит этого лета. Варованная дробь достаю. Это палетка Джо Малон с сочетанием ароматов, которые собрала я. Посмотрите, какая она чудесная. Посмотрите, она такая тяжеленькая, как шкатулочка. Шкатулочка с драгоценностями. Итак, Чик и Чик. Даже Мистер Кот прибежал. Здесь два твердых аромата. Моих любимых Джо Малон, это Помигранат Нуар, которому я уже сколько дифирамп спела и еще спою. И Пиони Ин Блаш Суэт. Два аромата подобраны не случайно. Мне, во-первых, кажется, что они суперкруто дополняют друг друга. Помигранат Нуар, он такой густой, такой вечерний, какой-то представляется сразу лунная ночь, очень чувственный аромат. А Пиони Ин Блаш Суэт, он такой легкий наоборот, он такой цветочный, какой-то весь задорный, как солнечный рассвет. И в твердом формате вы можете использовать, например, один аромат. Вот, например, Помигранат Нуар, вот так. А потом настроение поменялось и добавить второй аромат. А можете использовать только один, а можете использовать только второй, а можете использовать сразу оба. В общем, это очень радостная новость. Наконец-таки эта волшебная коробочка у меня есть. И скоро в магазинах Джо Малон можно будет приобрести такую. Этот аромат, точнее, сочетание этих ароматов вдохновили меня на то, чтобы сегодня создать такой нежный образ. А что он у нас в нежном розовом мешочке? У него очень красивая лента. По своей любви к лентам Джо Малон я вам тоже рассказывала. Я из них прически сделаю. Может быть, сегодня тоже пригодится мне в качестве аксессуара. Можно, кстати, сегодня будет завить волосы и тоже собрать в хвост. В общем, сегодня, благодаря моей палеточке ароматов, которые я собрала вместе с Джо Малон, у меня настроение такое, знаете, с одной стороны очень задорное, как пионин блаж сует, с другой стороны очень загадочное, как помегранат нуар. Такой и будем с вами делать макияж. Первое, что возьмем, это, конечно же, фиксит спрей. Крыг на косметикс я вам хочу показать небольшой лайфхак. Здесь практически ничего уже не осталось. Это у меня, кстати, уже, наверное, пятый фиксит спрей, потому что я его использую в течение дня по нескольку раза, как праймер и как фиксатор. И, в общем, он достаточно быстро у меня уходит. Так вот, я вам хочу показать вот что. Возьмите фиксит спрей. Вообще круто завести такой отдельный фиксит спрей. Сделайте пометочку, что он у вас будет блестеть. И в оттенке rose silver немножечко насыпьте туда пигмента металлайст. Чем больше металлизированного пигмента металлайст вы туда добавляете, тем интенсивнее получится блеск. Если у вас бутылка полная, вам, конечно, нужно побольше. И это получается суперкрутой мерцающий мист. Суперкрутой он не только для лица, но и для тела. Если кто вот не очень любит всякие кремы с блестящим эффектом, которые оставляют липкий эффект, используйте спрей. А мы будем использовать его сейчас как праймер. Такой праймер с легким мерцающим эффектом. Как жалко, что, скорее всего, камера айфона не сможет передать этот блеск. Но это очень красиво. Вот два моих самых любимых сочетания. Это металлайст rose silver и металлайст купер-купер. Он еще дает такой эффект загара на теле, на ключицах, на плечах, на ногах. Это так красиво смотрится. Кожа такая сексуальная становится. Просто огонь. Металлайст распускается полностью в массе фикси-спрея. И блеск получается такой очень естественный. Прям мерцающий. Кожа начинает как будто бы светиться изнутри. Здесь я возьму биби-крем. Это доктор Джарт. Я вам уже его показывала неоднократно. И с удовольствием еще раз буду показывать. Нанесу я его кисточкой достаточно легко. Хочу оставить кожу, знаете, такой прям полупрозрачный. Тем более, что благодаря спрею, тому сиянию, который мы получили, сильно кожу тонировать и не нужно. Потому что за счет светоотражения, недостатки, тона лица уже сами по себе скрываются. Чуть-чуть стушую на шею. Мистер Кот пришел. Потому что шея у меня сейчас посветлее. Потому что я не очень старательно загорала. Хорошо растушуем. И мне кажется, что пока этого вообще достаточно. Потому что всегда можно добавить. Брови первым делом проработаю. Потому что макияж хочу оставить не ярким. Не слишком ярким. Таким достаточно нежным летним. Поэтому брови будут нужны. От них будем отталкиваться. Тепленького оттенка сделаем брови. Сейчас загар у меня. И вообще лето. Более теплого оттенка хочется. Это конкретно чоколад новый. Ну как новый? Уже не новый. Но самый свежий из запусков. Причешем. Остатками чуть-чуть вытяну глазки. Коррекцию эту я вам уже показывала неоднократно. Сегодня у нас очень нежный макияж. Но все равно. Давайте глазки немножко вытянем к вискам. Чуть-чуть скулы выделим. Немножко консилера нанесу на подглазное пространство. И вот сюда стушую на центральный треугольник. Чуть-чуть им подсвечу центр лица. Потому что я такая сейчас загорелая. Мне же с иной непривычно. Консилер когда наносим, тоже немного растушевываем его к вискам. Чуть-чуть увеличу верхнюю губу остатками. И вот сейчас, внимание, для макияжа глаз мы возьмем с вами что? Ну конкрет, понятное дело. А какой? Та-дам! Электрик пинк аж. Это очень яркий оттенок конкрита. Очень круто он выглядит на губах. Ну вы видели. Особенно если есть загар. А мы его наберем немножко на мягкую кисть. Нанесем на глаза. Очень хорошо его надо растушевать нам. Чтобы цвет немножечко ослаб был такой мягкий. Я его также растягиваю к вискам. Наношу только на верхний век. И немножко сразу же этого пигмента нанесу на губы. И совсем чуть-чуть в качестве румяна на щечки. Задача распространить этот розовый по лицу. Так, чтобы он везде немножечко был. Можно остатками прям пробежаться по кончику носа. Иначе у вас глаза будут вообще совершенно отдельно. Это не будет смотреться как цельный макияж. Далее берем золото. Металлайст в оттенке голд. Очень золотой. Очень блестящий. Набираем его плоской кисточкой. И наносим аккуратненько поверх розового. Больше на центр делайте акцент. И как бы остальное уже распечатываете. По всему веку. Немножко галочку над верхней губой. И мягкой кистью в качестве хайлайтера на скул. Здесь очень важно хорошенько втереть его, чтобы не было слишком активного блеска. Ресницы накрасим. Чуть подкрутим и накрасим черной тушью. Тушь. У меня тоже, видите, все подходит. Розовая упаковка. Это Colorance Wonder Perfect. Маскара 4D. Тушь, которая просто лепит ресницы. В последнее время пользуюсь только ей. Ну вы уже который урок видите ее. А все почему? Потому что она очень универсальная. У нее щеточка очень аккуратная. Так, если что, ресницы оттягиваем к вискам, как и в предыдущих видео. Она обволакивает каждую ресничку. Дает и объем, и длину, и изгиб. И хорошо разделяет ресницы. При этом очень яркая. А ресницы яркие. Сейчас это бренд. При этом она еще и супер черная. И вот эта щеточка очень удобно так пробежаться по корням. И немного как бы загнать в корни тушь. И получается эффект межресничной обводки. Видите? Плюс сама текстура туши, она такая густая, что когда высыхает, она уже выступает как укладочное средство для ресничек. И вот когда вы загибаете их к вискам, она не дает им разгибаться обратно к центру. Своей вот этой вот массой в корнях она их держит. Это очень важно. Как каркас. И нижняя. Нижний тоже красим в бок. Фиксит паутер немножечко. Давайте припудрим центральную часть лица небольшой кисточкой. Чуть-чуть так же припудрю брови, чтобы они сохранили эти свои волоски нарисованные. И теперь возьму немножко блеска глаз-глос в оттенке. Ни в каком оттенке. Просто прозрачный блеск глаз-глос. И металлайст голд. Смешаю их. Получу золотой блеск прозрачный. И его нанесу на губы. Очень мне нравится прозрачный блеск с металлизированным пигментом смешанный. Что металлайст, в принципе, продукт, который на 100% состоит из пигментов. Это разные пигменты. И благодаря этому они так круто блестят. Потому что, например, в этом в золоте. Там золото и крупное, и мелкое. Но при этом там нет ничего лишнего. И замешиваясь с прозрачным блеском, он дает вот этот как раз-таки прозрачный золотистый эффект. Блин, как красиво. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Фиксируем. И фиксируем тем же спреем, который мы наносили до этого. То есть это фиксит спрей, смешанный с металлизированным пигментом металлайст в оттенке rose silver. У нас будет фиксация с легким таким шиммерным эффектом. И благодаря этому кожа будет супер переливаться. И при этом не будет абсолютно видно, что это какие-то блестки или какие-то там хайлайтеры. Типа все свое само такое так. Волосы нам нужны, мне кажется. Хотя и так красиво. Согласитесь? Такая тыковка. Луковка. Давайте просто немножко тогда накрутим хвостик. Что хочется здесь немного какой-то фото локона. Я прямо такими очень-очень-очень крупными прядями слегка прогрею. Я здесь не хочу накручивать прям кудри. Ни в коем случае. Легкий такой завиток локон должен быть вот прям книзу даже больше. Даже оставлю всю эту легкую небрежность. Пускай будет. А вот это, кстати, хорошая идея. Эту идею давайте сохраним. Я перевяжу резинку ленточкой из своей коллаборации с Джумуон. Мне очень эти репсовые ленты нравятся. Они так круто держат хвост вообще. Ну и они не спадают никуда. Прям круто держат. Так вот пускай она там болтается. Среди волос. Ну что, вот у нас и получился. Очень классный, очень свежий, легкий, но при этом яркий летний макияж в тренде. Еще раз рассказываю, какой тренд мы с вами подчеркнули. Это интенсивный цвет, металлизированный блеск. Я вам такой показывала уже в примере мандарин и сильвер металлизированного пигмента. А сейчас вот на примере оттенка Concrete Electric Pink и золото. И здесь такой же контраст температур тех оттенков, которые вы используете. Вот когда я делала с мандарин, мандарин был выраженно теплый. Я специально брала холодный металлизированный пигмент в оттенке сильвер. Здесь же наоборот, у меня холодный электрического оттенка розовый. И я к нему добавила золото, чтобы был контраст. То же самое на губах. Немного использовала пигмент для губ. И смешав с прозрачным блеском металлизированный пигмент, нанесла его достаточно интенсивно на губы. И чуть-чуть в качестве такого легкого шиммерного сияния. Та-дам! Еще раз вам напоминаю, что вот эту малышку в лимитированном количестве вы сможете найти в магазинах Jo Malone не во всех. Я надеюсь, что вы успеете ее купить. И вам понравится сочетание этих ароматов, потому что действительно они настолько круто дополняют друг друга. Если что, это помегранат нуар в сочетании с пиони энд плаш сует. Обожать в мешочек и в сумочку. Ну что, хорошего вам летнего настроения даже во время всяких разных праздников, когда нужно быть не только в шортах джинсовых, но и, как я сегодня, нарядный. Вот, хорошего вам настроения, солнечного летнего. Красивость, экспериментируйте. И всех целую, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok